МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ в этом выпуске. Проблема с хвостом. Магаданские крысы берут числом, а дератизация проведена лишь в 10-й части жилого фонда. Проблему обсудили в городской думе. Укусы нападения на людей, конечно, возрастают. Кладут или ложат. Дорожные службы ответили на критику автомобилистов. Ремонт на речной завершав среду. Здесь будет хорошая дорога. Едва не угорели в дыму. На улице Чубарова из-за пожара 12 человек эвакуировали через окна. Было плотное задымление 1-го, 2-го и 3-го этажей. Об этом и многом другом за 15 минут. Укусы и нападения на людей, конечно, возрастают. Депутаты Магаданской городской думы выслушали отчет Центра эпидемиологии и гигиены. По просьбе горожан. Жалобы поступают на крыс во дворах, мусорных площадках и подъездах. Если в 2016 году был зарегистрирован один случай укуса грызуном, то за последние полгода уже 4. Мария Довголь отметила, что Центр оказывает услуги по диротизации, но, например, управляющие компании не обращались ни разу. Половина из них заключала договоры с частными организациями. Таковых в Магадане две. То есть мы сразу тогда еще сказали, что работать с этой компанией невозможно. Таким образом мы вышли на одну компанию, которая сегодня работает, из которой работает вся социальная сфера, о чем уже говорилось, это профилактическая дезинфекция, которая тоже в полной мере не справляется. В минувшем году обработку против крыс провели в 150 домах Магадана. Это лишь десятая часть всего жилфонда. На первых порах решать проблему намерены с привлечением Центра эпидемиологии и гигиены, которые на коммерческой основе проводят диротизацию, но пока остается невостребованным. Асфальтирование дороги на улице Речная закончат в среду 11 июля. 10 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия укладывали месяц. Этот участок самый масштабный. Почти половина от всех запланированных на сезон работ Гэлуда. Минувшим летом здесь сняли старый слой. В июне 2018-го положили сетку и первый крупнозернистый выравнивающий слой асфальта. Магаданские автолюбители думали, что ремонт не окончен, жаловались в соцсетях. В тонких местах, выравнивающий слой, просто щебень повылетал, ничего страшного. Сверху мы сейчас проходим асфальт. И гарантия 5 лет асфальта здесь будет хорошая дорога. После укладки второго слоя мелкозернистого асфальта на речной дорожный рабочие перейдут на следующий объект. Возьмутся за дворовую территорию Новострецова-2. Впервые более чем за полвека. Коммуникации меняют в двух детских садах Магадана. Пристыковывались к первому и 33-му. Сегодня ход работ оценил мэр Магадана. Систему водоотведения обновили на бюджетные деньги. Попутно идут установка новых окон и косметический ремонт. Но уже за счет спонсоров. В 2020 году в саду проведут капитальный ремонт. Этот детский сад, никто его не собирается не сносить. Его нужно бережно хранить, потому что это в том числе и памятник истории архитектуры. Хотя он таким не признан, но на самом деле он таковым является. Поэтому в 19-м сделаем проект смертной документации. В 20-м приступим к капитальному ремонту этого детского сада. Он очень востребован среди детей и родителей города Магадана. Первый и 33-й детские сады закрыты на ремонт. До 1-го сентября малышей распределили в другие учреждения. Всего этим летом из городской казны на ремонтные работы 53-х школ и детских садов выделили около 70 миллионов рублей. В Магадане закончился весенний период посадки зеленых насаждений. Последние в этом сезоне кусты и деревья высадят во дворе 26-го дома на улице Ленина. На площади в 350 квадратных метров появится 120 кустов ольхи и 100 ив. В июле у растений начинается активная фаза роста. Два месяца они будут приживаться в условиях северного климата, дадут побеги. Всего же в этом году специалисты комбината зеленого хозяйства высадили в Магадане 317 деревьев и более полутора тысяч кустарников. Озеленили улицы Пролетарскую, Портовую и Парковую. Следующий период посадки начнется в конце августа-начале сентября. Из-за дыма не могли выйти из квартир. Едва не закончилась трагедия пожар в квартире на Чубарова. Новое назначение. Колумбскую антимонопольную службу возглавила Марина Романенко. Ко дню города приготовятся. В Магадане армяне установят хачкар, а в кинотеатре «Горняк» покажут фильм по мотивам книги Олега Куваева. Мобильный репортер застал белку-карманницу. Или карманную белку. Это как посмотреть. Двенадцать человек эвакуировали магаданские пожарные. Возгорание в четвертом доме на Чубарова произошло в ночь на понедельник. В квартире на первом этаже началось возгорание. В течение нескольких минут густой дым распространился по всему подъезду. Люди были отрезаны от выхода. Детей в окно выкидывали. Люди выпрыгивали в окна с той стороны. Это уже по рассказам. То, что рассказывают люди. Пожарные расчеты прибыли в течение трех минут после первого телефонного звонка. Натушение ушло около 20 минут. Житель дома Валерий Морни в той ночью был на работе. Узнала случившимся от гражданской жены по телефону. Перепуганную женщину эвакуировали с третьего этажа. И тут духота задыхалась. Через окно пожарники ее вытащили. По словам жителей, в возникновении пожара виновата соседка, которая злоупотребляет спиртным. Истинные причины и суммы ущерба устанавливают специалисты. Рассматриваются несколько версий. В том числе неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнем при курении. И также версия поджога не исключена пока. Возможную виновницу возгорания соседи видели на следующий день. Она была пьяна. Одно из последствий пожара – отсутствие воды и электричества на первом этаже. Авария пока не устранена. Антимонопольная служба в Магадане сменила руководителя. На этот пост назначена 33-летняя Марина Романенко. Образование получила в Северном Международном университете. В 2005 году получила специальность юриста. В 2007 году пришла в УФАС на должность ведущего специалиста-эксперта. Спустя шесть лет стала заместителем руководителя управления. Курировала госзаказ о соблюдении антимонопольного законодательства органами власти. Пешеходный Магадан. Реализация одноименного проекта продолжается в областном центре. В плане работ – автотек. Продолжается асфальтирование тротуаров от остановки на Берзина-3 до Дома культуры, а также на улице Шандрашимича. Проектировщики сейчас отрабатывают все-таки пешеходные зоны к четвертой школе. Это вопрос, который звучал на дни микрорайона в сентябре прошлого года. Действительно, у нас там дети ходят по проезжей части, и не очень удачно стоит контейнерная площадка. На еженедельном брифинге мэр города рассказал о создании парка «Маяк». Магадан выиграл в федеральном конкурсе. К апрелю следующего года должны выбрать подрядчика и в течение шести месяцев провести все работы в Ногаевской бухте. Необходимо освоить 100 миллионов рублей. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В эфире авторадио «Магадан» о новых возможностях многофункционального центра рассказала его руководитель Валентина Мартыненко. Колымчанам доступны дополнительные сервисы телефонного обслуживания. Одно из преимуществ – заказ обратного звонка. В случае, если в настоящий момент оператор не может помочь, то он сам перезвонит. Конечно, мы говорим в течение дня, но, как правило, это максимум 20-30 минут. То есть вы бесплатно получите наш обратный звонок. Это позволит где-то и разгрузить наших специалистов, и где-то спланировать свое рабочее время, и, собственно говоря, и получить вам услугу. Также Валентина Мартыненко рассказала о планах открыть дополнительные окна МФЦ для предпринимателей и напомнила, что за компенсацией проезда в отпуск неработающие пенсионеры могут обратиться в многофункциональный центр. Он работает шесть дней в неделю. Магадан готовится ко дню города. Одним из первых череду праздничных событий откроет кинотеатр «Горняк». С 11 по 14 июля в Малом зале показ мультфильмов о коренных народах Севера. Картины дополнены тифлокомментариями и субтитрами на русском языке. 14 июля в 13.20 начнется сеанс художественного фильма «Территория». Проект российского режиссера Александра Мельника повествует о работе геологов, которые описаны в одноименной книге Олега Куваева. Помимо бесплатных кинопоказов будет проведено ряд мероприятий. Это выставка художника и фотографа Владимира Владимировича Мягкого, интерактивная выставка фотографий старого города и фотосушка для начинающих фотографов. Ко дню города в Магадане установят крест Хачкар. Он изготовлен из знаменитой в Армении горной породы розового туфа. Вес каменной стелы – 720 килограммов. Высота от основания – 3 метра. Армянская святыня будет находиться на пустыре около пересечения объездного шоссе и набережной реки Магаданки. Здесь уже готов постамент и ведущая к нему лестница. Вокруг уложен асфальт. Для нас она получается символ христианства. Это первый. И второй, практически своеобразный визитный карточка армян, которые живут за пределами Армении. Там, где стоит крест Камен, значит, в этом месте или живут, или были армяны. На перевозку каменного креста из Дьеревана установку и благоустройство территории потратили около 5 миллионов рублей. Средства собирала диаспора. Торжественное открытие новой достопримечательности запланировано на 16 июля в 17.00. Мобильный репортер застал белку-карманницу на месте угощения. Хотя, наверное, белку будет правильнее назвать «карманной». Поиском семечек она себя особо не утруждала. Грызть начала чужие. Но никто и не против. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. 11 июля в Магадане без осадков. Температура воздуха днем 13-15, ночью 10-13 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 90%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова